Герои дней минувших и сегодняшних. Во Дворце культуры имени Наймушина состоялся концерт, посвященный воинам Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Подробности далее. Все праздничные дни в холле Дворца культуры имени Наймушина работало сразу несколько выставок. Все они находились рядом и гармонично дополняли друг друга. На одной были представлены репродукции агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны, на других фотографии портреты героев наших дней, их матерей, жен и детей. В фестивале-конкурсе патриотической стенгазеты «И бьется сильнее в груди наша вечная память» приняло участие 29 устелинцев, 22 барачанина, жители Луганской и Донецкой областей. В основном старались дети. Родители помогали собрать информацию об их прадедушках, ветеранах Великой Отечественной. Екатерина и ее сын Александр подготовили стенгазету, посвященную отважному предку Егору Горковенко, не дожившему до Великой Победы 45-го, как раз 45 дней. Этот конкурс подтолкнул нас на такое семейное расследование. Чисто случайно на сайте «Память народа» мы нашли даже фотографию. И вот срисовала, то есть старшая дочь Алена нарисовала дедушку, то есть рисовал этот портрет. И, конечно, мы были настолько удивлены, что на этом сайте можно найти столько рассекреченных материалов. В различных номинациях конкурса стенгазеты награждены все участники. Кто-то лучше других нарисовал героев, другие написали интересные сопроводительные статьи и так далее. Затем героев вечера ждал концерт, посвященный воинам-освободителям, поклоновам, воинам России. Зрительный зал был полон. На сцене творческие коллективы ДВРС «Культуры», учащиеся техникумов и школ. Помогли с антуражом активисты военно-исторического клуба «Память Победы». Какое разрушительное одиночество вокруг. У нас пятеро осталось. Смотри, рваные окопы, уродливые пулеметы, обрывки ватников, лохмотья морских тельников, груды почернелых гильз. С чего начинается Родина, с ответственность камни у ворот, с той самой березки, что в опоре, под ветром склоняясь, растет. И умудрились же люди назвать нашу маленькую деревушку Хатыньево. Ну, понятно. Значит, хаты, избы, дома. А их у нас всего около 30. Говоря о героях минувших дней, вспоминают и ратников дней сегодняшних. В зале можно увидеть участников специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске. В их адрес звучали нетленные строки стихотворений, поставленные театрализованные миниатюры. Горловская Мадонна. Так назовут меня в народе. Это был первый обстрел мирной Горловки. Нас подбили. Идем на колонну танков. От лица всех, кто сегодня бьет фашизм, от лица каждого, кто сейчас находится за лестничкой, Константин Симонов, жди меня. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыть вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыли пора. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Максим Чизых, Эдуард Подчизерцев и Илькин Садыгов. Новости РТ.